Приветствую вас! Вы знаете, ну, вы свой вопрос задали очень кратко, и, конечно, ответить на него будет довольно сложно, так, чтобы вам он был полезен, я имею ввиду мой ответ, но я все же постараюсь. Значит, если такое произошло впервые, то очень важно мужчине показать, что для вас это вообще неприемлемо, то есть совсем неприемлемо, вот, то есть настолько неприемлемо, что вы, ну, не хотите это терпеть, просто, то есть дайте мужчине понять, своим поведением, своим отношением, значит, твоей реакцией на него, да, вот, ну, тем, как вы на него реагируете, что вы оскорблены, поражены и разочарованы до глубины души. На самом деле, вот, не важно, почему у вас мужчина удаст, на самом деле, на самом деле, не важно, в каком он был состоянии, что его спровоцировало, там, и так далее, вот, все это не важно. Важно, что это произошло, и важно то, что был, вы знаете, ну, как бы так сказать, был пройден, вот, некий порог, некий порог дозволенного. И если, вот, мужчине не дать понять, что этот порог дозволенного не допустит, то есть, если не дать понять мужчине, что он совершил нечто страшное и ужасное, а, ну, вообще-то говоря, это действительно так, то, с большей долей вероятности, можно сказать, что он через какое-то время свое поведение повторит. Почему? Ну, все дело здесь в том, что, во-первых, давайте сразу определимся, что, значит, совсем необязательно, что мужчина хочет этого. Совсем необязательно, что мужчина, там, действительно думает, что будет причинять вам Бога. Вот это вот, наверное, все-таки не нужно так думать, потому что это было бы неправильно. Но, понимаете, если на эмоциональном уровне, если на ассоциативном уровне мужчине не дать понять, что он поступил совершенно отвратительно и ужасно, то, с большей долей вероятности, ситуация повторится. И я уверен, что вы не хотели бы, чтобы она повторилась. И для этого нужна определенная поведенческая модель вашей стороной. И поведенческая модель, это направленная в первую очередь на то, чтобы показать мужчине, что вы оскорблены, что его поведение неприемлемо. Вот, значит, поведение ваше давно показывает мужчине, что вам он неприятен, как в это время. И лучше всего будет поставить некий запрет на взаимодействие с ним, на какой-то контакт с ним, с мужчиной, я имею в виду. Хотя бы на время определенное. И, собственно, наблюдение за мужчиной, как он будет себя вести, будет ли он хотеть, например, наладить с вами отношения, то есть будет ли он просить прошение, извиняться кривами и так далее. Значит, ну, длиться это может, такое поведение длиться может от недели и до полумесяца, а то может быть и месяц, в зависимости от того, как вы сами это воспринимаете, да, то есть я имею в виду, вот, ну, у разного человека разные пары чувствительных. Если вы чувствуете, что, например, ваш мир, он разрушился из-за того, как мужчина себя повел, то, соответственно, не нужно и принижать то, что случилось, да, то есть не нужно, ну, заставлять себя делать то, например, то вам неприятно и так далее, вот. Значит, естественно, ну, нужно, чтобы вы старались мужчине показать, что, как бы, что вы замечаете с его стороны, с его позиции, желание наладить отношения, то есть давайте им какие-то обратные шаги, обратные действия, да, то есть, может, там, если это будет по-баске, то вы принимаете их, если это будут разговоры, то участвуйте в них, вот, то есть не нужно игнорировать его совсем целиком и полностью, да, вот, но при этом старайтесь держаться отчужденно, еще раз повторю, если вы хотите сохранить отношения, да, и если вы хотите, чтобы, ну, так Бог больше не повторялся, я думаю, что вы именно этого хотите. Вот, значит, далее, когда, ну, вы подтверждаете, что, в принципе, вот, знаете, придет внутреннее ощущение, что то, что вы делаете уже не соответствует тому, что произошло. Пройдет время какое-то, вы успокоитесь немножечко и, конечно, никто не говорит о том, что ситуация, как бы, исчезла, но тем не менее. Вот, значит, здесь настанет пора, значит, сменить тактику и теперь вам нужно будет вместо игнорирования, вместо вот такой-такой поведенческой реакции, если вам придет, ну, как придется, вам нужно будет, вам нужно будет, значит, разговаривать с мужчиной и спрашивать у него, то есть выяснять у него причины, по которым он так поступил, почему он так сделал, вот, что заставило его так сделать, что заставило его так поступить, и, вот, по сути дела вам нужно будет выяснять, ну, причины его такого поведения по отношению к вам. Потому что оставить все, ну, так, без обсуждения, естественно, вы не можете, и это было бы неправильно. Ну, и, собственно, если вы придете к выводу, что мужчина, значит, действительно, вот, осознал, что поступил плохо, осознал, что он сделал ужасную вещь, ага, осознал, что он вас смертельно обидел, да, вот, хотел сказать, смертельно обидел, но думаю, что если вы спрашиваете, что делать, значит, все-таки есть такая небольшая надежда, что обида все-таки не смертельная, и, может быть, вы как-то, ну, понимаете, что мужчины, там, двигают, и так далее, и так далее, и так далее, вот, значит, и если вы почувствуете, что он понял, понял всю ситуацию, раскаивается, вы поняли его, как раз его мотивы, обсудили их, поговорили об этом, и если он, ну, вот, вас убедил в том, что такое будет повториться, ориентироваться-то, а ориентироваться-то в этом аспекте вам нужно будет только на себя, на свои ощущения, я имею в виду внутренние ощущения, конечно, вот, вот, если он вас убедит в том, что такого больше не постарается, ну, значит, можно будет его просить и стараться всегда все-таки, но отношения вам с ним нужно будет выстраивать уже немножечко по-другому, отношения вам с ним нужно будет выстраивать как-то иначе, на мой взгляд, значит, и связано это в первую очередь тем, что, вот, все-таки это очень серьезный момент, и он существенно корректирует, значит, значит, ваши отношения, иными словами, сейчас разрушился ваш образ мужчины, который у вас был до сих пор, и новый образ, какой он будет, этот образ, никто не знает, в том числе и мы не знаем, и поэтому вам, если мы говорим о том, что вам нужно будет строить новый образ, выстраивать новый образ, да, то, конечно же, речь идет о том, что этот образ нужна в корректировке, принимаете ли вы новый образ мужчины, принимаете ли вы его, значит, понимаете ли вы его, отдаете ли вы себе отсчет в том, что, ну, вот, грубо говоря, этот мужчина реален, да, то есть я имею в виду, что у него есть какие-то, вот, свои, там, проблемы, свои какие-то, внутренние противоречия, там, и так далее, и основной вопрос, на который вам нужно будет ответить, это вопрос следующего характера, готовы ли вы, значит, такого мужчину, готовы ли вы его принять, то есть это будет новый образ, который вам нужно будет решать, готовы ли вы принять его или нет. Самое плохое, что вы можете в этой ситуации сделать, это, значит, облегчить мужчине задачу, то есть показать ему, что не так страшно, и спустить все на тормозах. Вот это вот, пожалуй, самое такое страшное, что вы можете сделать, ну, или лучше сказать, наверное, даже не страшное, а самое неправильное, что вы можете сделать, поэтому я надеюсь, что вы, я надеюсь, что вы примите верное решение, и я надеюсь, что вы, ну, все-таки скорректируйте свое поведение так, значит, чтобы, ну, такого больше не повторялось, вот, к сожалению, к большому сожалению, зависит, вот, ситуация зависит только от вас, то есть, то есть, ни мы, ни кто-то еще, мы не сможем вам помочь, значит, если вы сами не будете хотеть ситуацию исправить, мы не сможем ничего сделать, к сожалению. Я надеюсь, что вы для себя ну, извлечете вот что-то в этой ситуации, и я надеюсь, что действительно с вами такого больше не повторится, потому что, ну, объективно, объективно, ни вы, ни любая женщина в принципе не заслуживает того, что с вами произошло, вот. Надеюсь, что я ответил вам на ваш вопрос, я постарался сделать это максимально подробно, вот. Если у вас остались дополнительные вопросы ко мне, буду куда помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше, желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok